Поминовение усопших Великим Постом имеет особый смысл. Готовясь к светлому Христову Воскресению, мы вспоминаем о том, что земная смерть больше не страшна для человечества, что после смерти и воскресения Христа мы можем надеяться на жизнь вечную. Не случайно умерших называют усопшими, они словно спят в ожидании страшного Христова суда, чтобы проснуться для вечной жизни или же для вечной смерти. Своими молитвами мы можем помочь душам тех, кто уже разрешился от уст тела и не может принести покаяние. Своими добрыми делами ради памяти наших близких мы можем загладить их грехи. Вообще молитва – это делание, которое стремится к непрерывности. Христианин всегда должен быть в общении с Богом, в молитве к Нему. В воскресенье церковь будет чтить память святителя Григория Паламы, учителя постоянной внутренней молитвы священного безмолвия. Воспитанный в роскоши при дворе императора, получивший самое лучшее образование, Григорий Палам отказался от карьеры и наслаждений светского общества, чтобы соединиться со Христом. Внутренний фаворский свет свет Христового преображения был для него дороже поверхностного блеска мира. Он подвязался в уединении на Афонской горе, затем стал архиепископом, много сил положил на борьбу с еретиками. На второй седмице Великого поста святитель Григорий Палама вспоминается как наставник безмолвного жития и сердечной молитвы. Обращаясь к этому великому святому, мы просим его о помощи в прохождении молитвенного пути.